МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия и дневной выпуск информационной программы Республика. С главными событиями среды вас познакомят наши корреспонденты и я, Юлия Важенина. Сегодня в Республике проходит единый информационный день. Руководители министерств и ведомств выехали в районы Республики, чтобы обсудить с жителями вопросы благоустройства населенных пунктов. В городах еще раз расскажут о том, почему надо обязательно оплачивать услуги по капитальному ремонту в многоквартирных домах. Темой информдня стала также индексация социальных пенсий, проведение весеннеполевых работ. Военно-патриотический клуб из Алатыри вышел в финал престижного конкурса «Победа». Участие в нем принимают представители всех поволжских регионов. Алатырские школьники уже обошли сильнейших конкурентов и теперь ждут оглашения результатов. Этот клуб был создан три года назад. Название «Ушаковца» говорит само за себя. Здесь готовят будущих морских пехотинцев. Руководитель клуба Дмитрий Макаров когда-то и сам служил на противокорабельных комплексах крылатых ракет «Рубеж» и «Гранит». Поначалу в Алатыре он учил рукопашному бою учеников воскресной школы. Именно здесь был создан новый военно-патриотический клуб. Первые его воспитанники уже отслужили в армии. Сейчас азы военного дела здесь познают 40 ребят. Причем в ряды «Ушаковца» вступают и представительницы прекрасной половины. Преподаватели говорят, что их главная цель вырастить из детей настоящих патриотов Родины. Для них здесь устраивают тренировки по строевой подготовке и рукопашному бою. Если наши ребята, а точнее мои ребята, они уже впитали это именно в флотскую систему, в флотские законы, в флотское братство, то это честные, порядочные, очень дружелюбные, очень хорошие парни. Плохие у нас здесь не держатся, хулиганов у нас здесь тоже нет. Просто мы флотский порядок, скажем так. Флот существует у нас со времен Петра, и со времен Петра существует неписанный флотский закон, и существует неписанное флотское братство. Поэтому называемых матросами, называемых моряками, но вот сплоченность и дружба. Ушаковцы часто принимают участие в районных и республиканских спортивных турнирах. В копилке клуба огромное количество медалей и кубков. Наша съемочная группа провела с молодыми бойцами целый день. Ребята показали, как проходят их тренировки. На глазах корреспондентов бойцы провели антитеррористическую операцию. Подробности в вечернем выпуске программы «Республика». Экономический потенциал Республики Беларусь стал предметом особого интереса чувашской делегации. Михаил Игнатьев побывал на Минском автомобильном заводе. МАЗ – это легенда когда-то общего советского автомобилестроения. Машины с зубром на капоте можно было видеть во всех российских дорогах. Союз давно распался, а завод остался. Остался опыт, репутация, обширная номенклатура. Сейчас на МАЗе выпускаются более 500 различных моделей. В их числе большегрузная автомобильная техника, пассажирские автобусы. Все они работают как на дизельном топливе, так и на природном газе. Белорусские машины покупают все страны СНГ. Главе Чувашии показали все модельные ряды и подробно рассказали об отдельных преимуществах. Внимание Михаила Игнатьева привлекли новые автобусы. То, что появляются новые автобусы, новые модификации, экономичные – это очень здорово. Глава Миннека Владимир Аврелькин тоже не удержался и побывал в кабине МАЗа. Масштабы впечатляют. Особенно заинтересовал мусоровоз газовый, на газовом оборудовании. Почему? Потому что в республике тоже принята программа по утилизации отходов, ну, как бы, наверное, как и во всех субъектах. И достаточно большие расстояния приходится переделивать мусоровозом, да. И понятно, что все затраты, они ложатся на тариф, на население. И что вот как-то вот компенсировать, облегчить. Вот эта техника для нас, она является актуальной. Поэтому по приезду в республику мы будем разговаривать с жилищно-коммунальным хозяйством, городских администраторами для того, чтобы попытаться вот такую технику увидеть у себя на дороге. Завод развивается, переходит на современные технологии, сертифицирует продукцию по международным стандартам. Агропром – одно из самых перспективных направлений сотрудничества между Чувашией и Республикой Беларусь, которая по праву считается признанным авторитетом в сельском хозяйстве. Что нового увидели и узнали участники чувашской делегации в нашем сюжете. Общество с ограниченной ответственностью «Гастеловска» расположено в 15 километрах от Минска. Считается одним из лучших в данной отрасли. Комплексное сельскохозяйственное предприятие занимается выращиванием зерновых, овощных культур и молочно-мясным животноводством. Хозяйство имеет один из самых высоких показателей в выработке, что позволяет окупать вложения в модернизацию производства. В частности, был полностью переоборудован молочный комплекс на тысячи голов. Пока в нем 850 коров-полукровок. Все процессы на нем, в том числе и доение, автоматизированы и обслуживаются всего двумя работниками. Батизированные линии, используемые для производства и охлаждения молока, собраны на предприятии Беларуси. Придуманы французскими фермерами. 14 ров. Задача операторов – следить дойку, чтобы коровы поочередно подошли на свое любимое место и доверить умные. Которые смс моют их, счастливы сканируют степень чистоты и приступают к дойке. Это легкие конструкции, насколько я понял? Ну, это вы знаете, это конструкции, будем говорить, это сэндвич-панели утепленные вверху. Это очень такие десятка, достаточно плотные. Ну, это надолго. Это надолго, да. Ну, 10 лет гарантии дают. Здесь рай для коров и телят. Все как у людей. Есть профилактория, где содержат новорожденные телята до 20 дней. Есть отдельные помещения для декретниц. Они питаются по особому рациону. На строительство всего комплекса понадобилось 20 миллионов долларов. В 2014 году хозяйство получило прибыль в размере почти 2 миллионов долларов. На территории ОАО «Гастеловская» проводятся международные выставки достижений сельскохозяйственного производства и современной техники для высадки семян и сборки урожая. Мог бы отделаться наказанием за административное правонарушение, а в итоге получил судимость. В Чувашии вынесли приговор водителю, который нарушил правила дорожного движения и попытался скрыться от сотрудников правоохранительных органов. В октябре прошлого года на улице Калинина в Чебоксарах инспекторы ГИБДД остановили 30-летнего местного жителя. Тот нарушил правила движения. Нарушителя такой поворот дела, судя по всему, не устроил. С места нарушения он попытался скрыться, а сотрудники ДПС спустились в погоню. После остановки автомобиля нарушителя один из сотрудников ДПС подошел к нему, однако тот заблокировал двери своей машины изнутри и отказывался выходить из нее. Поскольку окно со стороны водителя было приоткрыто, инспектор просунул в салон автомобиля руку, чтобы попытаться открыть дверь изнутри. В свою очередь злоумышленник, чтобы избежать административной ответственности за совершенное право нарушения, стал поднимать стекло водительской двери своей машины, прижав руку инспектору и причинив ему сильную физическую боль, после чего стал ее выкручивать. Тем не менее, действие злоумышленника удалось пресечь, поскольку стекло разбилось, и нарушитель в последующем был доставлен в полицию. Горя Дручуна признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. В рамках национального проекта «Доступное и комфортное жилье» в Чувашии действует программа обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны. С одним из новоселов познакомилась и наша съемочная группа. Война застала Павла Иванова, когда тот был 17-летним парнишкой. Служил на передовой 242-й горно-стрелковой Таманской краснознаменной дивизии «Связистом». Получил медаль за отвагу и орден славы третьей степени. Под минометным огнем, несмотря на полученные многочисленные ранения, он устранил повреждения линий связи. О Великой Победе узнал, когда освобождали Чехословакию. Конечно, рады были очень, потому что раз война кончилась, значит, не будет уже таких тяжелых времен. Ну, обнимались, радовались. После войны работал инженером-технологом на Чебоксарском электроаппаратном заводе. Всю свою жизнь он со своей семьей ютился в небольшой двушке. Теперь же ветеранцы своей супругой уже больше года живут в новой и уютной квартире и радуются, что проблема квадратных метров решена. Замечательно, в общем, не может быть даже. Замечательно здесь. Мы, при том, третий этаж, так нам как раз что надо. Вода горячая есть, все есть, лифт работает нормально. Дети, внуки и правнуки рады за родителей. Вот эта квартира значительно лучше, чем та старая. Та все-таки с колонкой, удобств было меньше, площадь была меньше, и она была холодноватая. Государственная поддержка на приобретение жилья оказывается в форме денежных сертификатов на сумму около 1 миллиона рублей. С 2010 года около 5,5 тысяч ветеранов войны улучшили свои жилищные условия. Ветеран подыскивает себе жилое помещение, то есть строит путем строительства, или приобретает на первичном или на вторичном рынке, заключает договор, долевого, предположим, строительства, и после заключения договора предоставляет сюда документы, к нам, в Минстрою, и мы проводим оплату. В первом квартале этого года единовременные выплаты на приобретение жилья получили 130 человек. Еще 60 ждут сертификатов в апреле. Татьяна Леонтьева, Николай Яковлев, Республика. Спасибо деду за победу. О доблестях, о подвигах, о славе жителей одной из чувашских деревень рассказывается в новом фильме «Батальоны моей родины». Уже завтра в эфире национального телевидения «Чувашия» состоится премьера этой картины. Ровно 15 лет понадобилось режиссеру фильма Владимиру Галошеву для того, чтобы собрать сведения об односельчанах, участниках Великой Отечественной войны. Более 200 жителей деревни Кошки-Куликеева Яльчикского района ушли на фронт, и половина из них так и не вернулась домой. Показать наших односельчан – это победители в войне, в Великой Отечественной войне, потому что сейчас в последнее время особенно чувствуется, хотят истории переписать, хотят умолить нашу победу, стали нас сравнивать с Гитлером. Это недопустимо. Мы должны активность проявить, вот, жители нашей страны, да, вот, скажем, в данном случае я хотел показать, что наши предки были на уровне, они были достойны, достойно себя показали в Великой Отечественной войне, и мы, нам тоже нужно быть достойным, их надо к этому стремиться. Фильм состоит из двух частей. Первая посвящена фронтовикам, которые били врага на полях сражений. Вторая – труженикам тыла. Кстати, во время работы над батальоном «Моей Родины» творческая группа обнаружила имена еще пятерых участников войны с Чувашией, которые ранее не были зафиксированы ни в одном официальном издании. Создать фильм «Батальоны моей Родины» было решено в сентябре прошлого года, а посмотреть его можно будет уже завтра, 16 апреля в 19.15 и 18 апреля в 18.00 в эфире Национального телевидения Чувашии. Стихотворные эстафеты в год литературы. В Чувашии все 365 дней посвятили творчеству Константина Иванова. Его поэму «Нарспи» будут читать все желающие в разных частях света. Нарспи и Сытнер, Ромео и Джульетта чувашской литературы. Трагическая история любви девушки против воли, выданной замуж за богатого, но нелюбимого жениха переведена на многие языки мира. Перевод поэмы «Нарспи» на языки братских народов свидетельствует о том, что это произведение близко и понятно всем читателям, независимо от национальности. В этом году каждый молодой человек, каждый взрослый должен коснуться на любом языке творчества нашего Иванова. Будь это театральное произведение, будь это сама поэма, будь это какое-нибудь стихотворение или же отрывки других трагедий. В музее имени Константина Иванова прошел литературный флешмоб. Студенты вузов республики на разных языках читали поэму «Нарспи». Мы читаем на русском, на чувашском, на татарском и на удмуртском языке. К этому мероприятию мы готовились довольно-таки долго. Мы будем показывать отрывок из поэмы Константина Иванова «Нарспи», который принимает участие студенты первого, второго и третьего курса. Наше представление, я думаю, что мы будем показывать целый год. Честование поэта будет продолжаться весь год. И почитателей творчества Константина Иванова ждет еще много литературных встреч, праздников и конкурсов. Юлия Важенина, Алена Алтухова, Сергей Рябчиков, Республика. В это воскресенье в Чебоксарах состоится ежегодный фестиваль мыльных пузырей «Дримфлэш». Тысячи чебоксарцев выйдут на улицы города, чтобы порадоваться наступающей весне и зарядиться позитивом. Мечты не купишь. Под таким лозунгом проходит «Дримфлэш» по всему миру. Мыльные пузыри, как и мечты, недолговечны, но дарят радость и хорошее настроение. Впервые такой парад прошел в Москве в 2006-м. Интересную акцию тут же подхватили другие города России и Европы. И вот уже седьмой год подряд молодые чебоксарцы, одетые в яркую и иногда даже карнавальную одежду, собираются на сквере Чапаева. Затем огромная колонна, выдувая мыльные пузыри, шествует по центру города до залива. «Дримфлэш» – это возможность встретить новых друзей, повидаться со старыми и снова почувствовать себя ребенком. Это праздник улыбок, беспечности и весны. Это вся информация к этому часу. Полная информационная картина дня в вечернем выпуске программы «Республика». Он выйдет в эфир в 20.00. Оставайтесь с нами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин